Бокси, бокси! Последний час стал ближе, когда исчезла благодать во времени, и оно стало идти все быстрее и быстрее. Увеличилось число зонотрясений и стихийных бедствий. Когда стало больше погодных катаголизмов, Аравия покрыла зеленью. Когда босоногие бедуины соревнуются в строительстве небоскребов, как Саудия, Абудаби, Бахрень и Дубай. Когда количество книг увеличится, а знания исчезнут. Когда верующих будет много, но они будут подобны морской пене. Когда появятся уже пророки, которые будут предсказывать, что этот час уже близок. И иногда кажется, что оно уже наступило. Последний пророк, мир ему и благословение Аллаха, посланный человечеству, поведал нам о его признаках, Которые произойдут перед судным днем. Когда музыка будет широко распространена, и она будет у них на головах. Когда дети будут полны яростью. Когда жене подчиняются, а матерям перечат. Когда благочестье исчезнет, и доверие уменьшится. Когда люди будут совершать нерубодьяния в открытую на улицах. Когда женщина будет одета, но будет ногой. Когда брак не будет чем-то сакральным. Когда в лицо будет верить, а люди будут обмануты. И худший из худших будет выбран для правления. Когда число полицейских будет расти. Когда испытания будут появляться на востоке. И все народы соберутся против верующих. И увидишь, что у этого часа есть лицо. И это его признаки. Когда убитый не будет знать, за что он убит. И когда убийца не будет всегда знать, почему. Когда не останется ничего от ислама, кроме имен и людей, забросивших религию за спины ради этой дуни. Когда будет война между мусульманами и иудеями. Когда говорящих будет больше, чем знающих. Когда умма Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, будет соревноваться в украшении могил. Тем самым покляняясь идолам. Когда люди будут молиться большим количеством. Но никто не будет молиться смиренно. Когда мечети будут украшены. Но сердца будут уродливы. И жизни будут рушатся в погоне за деньгами. Когда спрос к кредитам и займам будет возрастать, что никто не сможет перед этим устоять. Признаки такие ясные и час уже близок. И иногда кажется, что оно уже наступило. Когда никто не будет в состоянии совершить хадж. Для посещения заповедной мечети. Когда верующий лично просыпается, но пропала его вера. Когда появится это одноглазое чудовище, Таджаль. Когда Гог и Магог появятся с востока. Когда Иса, мир ему, спустится с небес, истекая жемчугом. Тогда вы узнаете, что наступил конец этого мира. Когда солнце взойдет на западе. И перья уже были подняты. И не будет возможности ни для какого раскаяния. Если ты не уверовал. И это не просто какое-то событие, предсказанное пророком. Так как это было обещано пророчествами. И все это уже было предопределено. Последний пророк, мир ему и благословение Аллаха, посланный человечеству. Поведал нам о признаках, которые произойдут перед судным днем. Первая была его смерть. Когда он совершил последний вздох. И прошло около 1400 лет. С момента, как он был захоронен. Но перед тем, как он ушел, он нам поведал о судном дне. Перья были подняты. И чернила засохли. Он сообщил нам об ряде, где начнутся испытания. И мы проживаем последние дни, держа в руках раскаленные угли. И мы делаем все, чтобы спасти наши души. Малые признаки уже появились. И час уже близок. Но иногда кажется, что оно уже наступило.